Виталий, приветствую тебя на очередном совместном ролике, выпуске «Технический фундаментальный анализ». Делимся мы своим личным субъективным наблюдением того, что на площадках происходит, ну и даем, разумеется, рекомендации для тех, кто нуждается в дополнительной информации и подсказках, что может произойти с теми или иными инструментами. Как мы с тобой говорили, после нон-фармов у нас будет выпуск, то есть подведем итоги. В целом реакция, опять же, неоднозначная. Сколько раз уже повторялось, что нон-фармы уже не те, но действительно так. То есть снова переоценили их влияние на рынок. Казалось бы, после острой реакции на активность в производственном секторе, в сфере услуг, даже на статистику по EDP, мы могли рассчитывать на какие-то интенсивные движения. Ну как-то вяло все прошло, ну точнее, волатильность в моменте была, но рынок вернулся, в принципе, к концу торговой сессии пятницы, примерно к тем самым значениям, на которых он находился до выхода нон-фармов. И фактически, если мы закроем глаза на вот эту волатильность, расколбас, которая была на рынке, ничего не произошло. Почему так? Ну это, конечно же, большой вопрос. В то же время, говоря про перспективы доллара, кстати говоря, на нашем канале на YouTube сейчас доступно несколько роликов, которые посвящены непосредственно этому инструменту. Если кому, друзья, интересно, те, кто нас смотрит, можете ознакомиться с контентом там. Виталий, давай тогда перейдем сразу к демонстрации экрана, расскажу о тех сделках, которые раньше были, и, в принципе, о том, что интересного в моменте. Так, ну в целом мы с тобой говорили об американской валюте, и сейчас все, что происходит, конечно же, с долларом, лучше рассматриваю через индекс американской валюты. Сделка была с sell limit уровня 92.70, сейчас мы повыше находимся, в принципе, сделка актуальна. Сегодня в качестве новой рекомендации я предлагаю транслировать дальше ту позицию, которая ранее была открыта. По американской валюте повторюсь, что позиционно, фундаментально ничего не изменилось. У нас сейчас даже с точки зрения техники, вот уровень, рядом с которым находится инструмент, он соответствует верхней границе такого же затяжного, нисходящего канала. И почему я лично продолжаю ставить на снижение курса американского доллара? Потому что я готов отказаться от идеи продажи американской валюты только в том случае, если получу сигнал от резерва относительно того, что они готовы перейти к ужесточению монетарной политики, это невозможно, это абсолютно нереально сейчас. Либо, например, второй аргумент – это уверенный рост доходности американских облигаций. Сейчас я тоже не могу сказать про то, что в положительном плане что-то изменилось с этим. Поэтому я рекомендую на этой неделе ждать статистику. Самый важный отчет будет в пятницу, это данные по инфляции. Мы, опять же, в среду, наверное, ближе к делу еще поговорим про этот релиз. Но почему он важен сейчас? Потому что, как мы помним, Джером Пауэлл, который выступал на симпозиуме в Джексон-Холле, ясно дал понять, что допускает рост инфляции. Именно поэтому они пересмотрели отношение к общему показателю инфляции, как бы инфляционное таргетирование. Если сейчас действительно инфляция начнет постепенно расти, это будет свидетельствовать о том, что те стимулы, которые ранее были задействованы, они как раз уже позиционно должны приводить к ослаблению доллара. Поэтому, друзья, держим эту позицию. Ничего критичного, на мой взгляд, еще не произошло. Как раз этот всплеск волатильности, это как раз и есть реакция на нонфармы. И в итоге мы вернулись действительно к всем уровням, с которых и стартовали перед нонками. Цели прежние. Это закрепление ниже 90 пунктов, а стоп-лосс на отметке 93, 40 мы говорили, 50. Ну, не думаю, что рынок может уйти даже в эту зону. Ну и что касается европейской валюты, была сделка Болим с уровня 1,1880. Мы прошагали ниже, и там стоп-лосс был 1,1840. То есть 40 пунктов, ну да, так получилось. По технической картине, как бы и ТРФ фундаментальный сейчас на четырехчасовом таймфрейме, если посмотреть, у нас выдерживается восходящий наклон всего графика. И вот мы отбились уже который раз от нижней границы. Она находится примерно в районе 1,1790. Перейдем на часовку и прям сделку предлагаю следующую, как бы в подтверждение значимости этих уровней. Бай-лимит с уровнем отметки 1,1790. При этом стоп-лосс также на 40 пунктов, это 1,1750. И ждать уже европейскую валюту снова на прежних максимумах, это отметка 1,20. Четверг насыщенный будет день для евро, потому что заседание Европейского центрального банка и, разумеется, выступление Кристин Лагарта. Если возьмем за основу, как бы в подтверждение рекомендации данной, прошлую риторику Джанет, точнее Кристин Лагарта, она очень оптимистично высказывалась о перспективах европейской экономики, тогда, собственно, евро и получил очень хороший буст и ускорение. Возможно, ситуация повторится и сейчас, тем более, что я не меняю свое отношение в отношении доллара, то есть это ставка лишь на ослабление американца и риск в связи с этим будет выигрывать. То есть сделка здесь также дана, 1,1790 байлимита. Ждем, в принципе, восходящую динамику по всему риску. Друзья, если вы торгуете, например, австралийцем, фунтом, новозеландцем, расклад будет точно такой же, потому что риск сейчас очень сильно коррелирует между собой, потому что одна отбивающая сила остается, это доллар. Виталий, слово тебе передаю. Так, видно экран? Видно. Так, всех приветствую. Так, сейчас рассмотрим те идеи, о которых мы в прошлый раз говорили. Напомню, у меня была контр, контр, скажем, сделки, это на ослабление доллара по всем валютным парам, а точнее я давал идеи на индекс доллара лонг и фунт-доллар шорт. Выбирал между евро-долларом и фунт-долларом шорт, скажем, как бы дал совет по фунт-доллару, так как он более волатильный инструмент. Ну и, в принципе, комментарий был по евро. Итак, индекс доллара был у меня вот, сейчас посмотрим. Это вот в этом сегменте где-то утром в среду 92.50, вот здесь где-то мы торговались. Давал я позицию в лонг со стоплосом за минимум, который у нас был. цели были, сейчас уберу, цели где-то в районе 93.30, практически мы их сделали, где-то вот эту область я выделил, вот мы в пятницу практически к ней добили, и вторая цель это была повыше вот на эти максимумы и дальше где-то в районе 95. В принципе, дальше я сохраняю свои идеи в лонг и рекомендации по индексу доллара, то есть я советую секущих покупать. Это у нас цена 92.95, ну там плюс-минус. Все, что выше, так скажем, все, что выше 92.66, вот выше пятничных минимумов, я бы покупал, если у нас зрители будут смотреть там записи чуть позже, если цена будет ниже, можно закупаться, если будет выше, тоже можно закупаться в этом диапазоне, со стоплосом за вот этот минимум 92.20. То есть пока я вижу лонг и цели локальные, пока 93.30, 93.50, вот это первая цель, и дальше, я думаю, выше мы уйдем. Плюс фунт-доллар, рекомендация была на шорт, это вот мы падали прям в понедельник, в среду вот здесь на минимумах где-то вот в этой зоне, сейчас не вижу цены, это примерно 1.33.50, вот где-то мы вот здесь торговались, цели ставились большие по фунт-доллару, то есть вот где-то в эту область 1.30 с копейками, в принципе мы неплохо отпадали, примерно 150 пунктов, я советовал и в комментариях писал и своим подписчикам в канале сигналов, что часть закрыть по фунту, часть оставить без убытки по желанию, так как здесь в принципе у нас сохраняется тренд, и могут в принципе по тренду уйти дальше вверх. Евро-доллар, евро-доллар, такое ощущение, что он пытается сломить вот этот тренд, который у нас есть, ну скажем локальный вот здесь нарисован, я бы посоветовал из текущих продать, то есть это аналогично как индекс доллара, то есть у нас 1.18.27, продать с текущих, если мы даже будем сегодня там или там завтра пытаться подрасти, где-то в район 1.18.60, то есть в этом диапазоне я бы советовал продавать евро-доллар со стоплосом аналогично как по индексу доллара, вот за хай вот этой дневки, это 1.19.30 можно поставить стоплос, потому что, почему такой стоплос, мы можем как с текущих падать, так можем еще сегодня там или завтра сделать какой-то откатик, потом уйти вниз. Этот откатик добьет до стоплоса или нет, это уже время покажет, но пока такое ощущение, что здесь пытается вот этот тренд немножко завернуть. вот ты сделал такую заметку, я в принципе ее тоже видел по индексу доллара, что мы в принципе еще удержим вот этот канал нисходящий евро-доллар, аналогично вот этот канал, вот доллар-франк этот канал сломил еще несколько дней назад и в принципе вот я еще ориентировался на него, что евро-доллар, индекс доллара будет пробивать вот эти каналы, возможно, да, то есть время покажет. И поэтому, так как доллар-франк уже ушел, то есть он находится достаточно высоко, индекс доллара пока еще на неплохих ценах для покупки евро-доллар short. Так, плюс комментарий еще дам такой краткий по золоту, у меня еще старые рекомендации, я давал там в лонг еще с прошлой недели, в понедельник, они локально отработались, дальше начали падать. И у меня такое ощущение, что золото будет падать еще ниже. Здесь, ну то есть, конечно, возможно, мы улетим там по тренду, какой-то будет сегодня сильный импульс или завтра там, или там на днях, то дальше ситуация будет меняться. Но та картинка, которая у меня на сейчас, такое ощущение, что мы будем падать, как и по евро, то есть пытается вот этот тренд заломать. То есть, в принципе, как и индекс страха, в принципе, я в последние две недели советую его покупать, мы, в принципе, очень, очень хорошо отросли, ну просто на пять с плюсом, то есть мы сделали больше 30% от роста актива, это еще учитывая, если брать хотя бы небольшое плечо, то есть можно было неплохо заработать. И, в принципе, индекс S&P 500 тоже неплохо отпадал, пока никаких покупок не вижу. Мы сделали там коррекцию небольшую, что по NASDAQ, что по Dow Jones, но пока покупок не вижу. Сохраняю шартовые позиции и идеи, кто продавал по моим советам. И, в принципе, все. Ну и нефть, в принципе, очень красиво отпадала. В принципе, ты раньше тоже говорил, мне кажется, что ты удерживаешь позиции в шорт. И я советовал там на прошлых обзорах тоже ее шортить. И она Lite 39 добила. Еще, возможно, пойдем пониже, но это со времени. Посмотрим. Ну, пока все. Пока все. У меня две идеи на сегодня. Это евро-доллар шорт и индекс доллара лонг. Пока все. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Ну что, следим. Традиционно за финансовыми рынками. Следующий эфир у нас уже в среду. За день до заседания Европейского Центрального Банка. Думаю, что тогда будет тоже уместно рассмотреть европейскую валюту, если ты не против. Пару слов поделим. Ну что тогда, друзья. Всем удачной торговой недели. Хорошего и начала, и закрытия. Мы остаемся с вами. И до скорых встреч. Пока. Пока. До свидания.